итак одна из самых противоречивых тем налогообложение спулок и спулок вообще нас люто ненавидят люди которые открывают эти спулы открывали потому что этим роликом который сейчас тут появится где мы объясняем почему не надо открывать что там очень ну это дорого просто и на консультациях почти каждая наверно 8 из 10 консультаций когда мы с людьми встречаемся или общаемся там по skype да на тему иммиграции говорю ребята вопрос спулок всегда всплывает ребята не открывайте спулку чтобы приехать и остаться потеряете кучу денег это первое второе не открывайте спулку если у вас только мысль сделать попробовать бизнес здесь уже вы опять же пока вы не начнете хотя бы вам клиенты платить хотя бы 10 тысяч злотых вот минимум даже этого я считаю мало если вы не видите что вам заплатить 10 тысяч злотых клиенты все что ниже у вас просто уйдет все на затраты и на налоги и вы получите просто очень мало поэтому следующее будет порядка четырех шести роликов я на пальцах объясню схематично очень примерно вот на этих десяти тысячах вот вам клиенты заплатили на спулку 10 тысяч и сколько вы можете в конце месяца но через месяц положить себе из этих денег себе в карман я же смотрю разные варианты очень схематично если вы бухгалтер или у вас чуть больше до свечения опыта вы можете конечно меня поправить вариант ты ничего не понимаешь это все фигня а также вы пойдете в банк без разговоров это не разговор сначала сообщите сколько у вас спулок сколько вы получили карт сколько эти спулки заплатили налогов мы за два года у нас одной спулки полтора года второй почти два года мы заплатили десятки тысяч злотых налогов с этих спулок поэтому примерно я понимаю о чем речь я хочу чтобы понимали примерно тоже в чем об чем об чем речь да именно вот именно в разрезе спулок вот таким образом поехали первый вариант это очень упрощенный фантастический которого в реальной жизни не бывает что у вас нету ни затрат ни наемных сотрудников вы себе не выплачиваете зарплату тоже у вас нету вата вы освобождены от уплаты вата для чего этот вариант я очень рассматриваю во-первых чтобы вы поняли то есть люди часто на консультациях сталкиваемся с тем что они не совсем понимают вот этот момент формулировку двойное налогообложение в чем она заключается и что надо чтобы его избежать на ну понятно в рамках закона то есть мы все все что мы обсуждаем мы говорим в рамках закона то есть ничего не будет здесь противозаконного и так поехали то есть мы не берем опять же давайте разделим есть двойное налогообложение между странами в данном случае польши и украина да есть договор там если вы уже являетесь резидентом польши то есть вы тут живете работаете зарабатываете тратите деньги вы резидент и вам естественно в украине уже платить не надо это раз все про это забыли двойной ногу налогообложение в польше что это значит вот мы берем вот эти самые 10 тысяч злотых которые вам в течение месяца заплатили ваши клиенты один заплатил 10 тысяч за услуги или там тысячи тысяча по там по 10 злотых не важно вот затрат у вас нет зарплату вас нет аренда нет бухгалтера нет но я же говорю ситуация фантастическая но представим на эвентуальне значит это грязный доход фирмы по итогам месяца нам то есть бруто точнее то есть до налогообложения дальше вы должны то есть не вы ваша фирма должна в конце какого-то периода там месяца квартала года заплатить вы вы можете выбирать как часто вы будете платить налоги и так ваша ваше право выбрать мы берем данном случае месяц значит через месяц следующем месяце по итогам предыдущего вы заплатите опять же 18 или 20 ребят я не помню разница не такая большая беру по максимум 20 это все вопросы к бухгалтеру суть не в этом суть в самой схеме вот ну соответственно 2000 отнимаем вот доход фирмы нету 8000 остается это те деньги которыми фирма может но вы фирме можете распоряжаться купить что-то вложить там я не знаю но выплатить выплатить так как вы себе зарплату не платить да там вы награджение не сделали об этом мы поговорим следующих роликах не будем будем идти поэтапно на то есть вот эти деньги 8000 в карман себе вы не положите то есть нет не покладете да вам нужны деньги на жизнь каждый месяц до или просто вы эти деньги хотите взять в бюджет семьи своей для того чтобы их взять вам надо опять же заплатить налог с физического лица ну налог с дохода опять же я вопрос к бухгалтеру какой какой бухгалтер как читает законы то есть это может быть 18 может быть 20 процентов опять же сумма не такая будет большая разница поэтому мы не будем на этом концентрироваться главное мы понимаем схему пытаемся понять берем по максимум 20 процентов это вот ну соответственно 1600 и вот в конце ну на самом деле в снять деньги в виде дивидендов вы можете я так понимаю в конце года то есть по итогам года когда фирма уже читается там свои убытки и прибыли если у вас будет вот каждый месяц вот такая сумма оставаться номера мифическую ситуацию каждый месяц вы зарабатываете грязами 10 фирме остается 8 и вот чтобы эти деньги 8 снять в конце то есть как как этот самый как дивиденды нам вы должны опять заплатить налог 1600 соответственно в карман как я говорю вы положите себе покладете 6400 вот это имеется ввиду вот этого и пытаются как бы избежать вот этого двойного налогообложения как мы рассмотрим это дело позже в следующих роликах точнее